Добрый вечер, добрый день у кого что, мои дорогие юные и не очень юные друзья. Итак, а я жив, уже вижу. Даже кого еще вижу. Мы начинаем нашу традиционную сказку. Вместе с нашим незаменимым оператором Еленой Пинчук. Дмитрий Игумен, Саша, а я жив. Саша, зови молодежь. Дети подтягивайтесь. Дети подтягивайтесь, потому что у меня тут есть... Какой-то товарищ. Тезка. Нашелся он в джунглях. Я ему рассказал все сказки, которые вы знаете, которые я написал. Сказки у меня кончились. Алла Ручина, привет, вижу. Сказки закончились у меня и мне пришлось по его настоянию писать следующие. Поэтому я их пишу, в данный момент правлю и рассказываю. Миша, ты посиди здесь, хорошо? Елена Солнцева, добрый вечер. Миша будет с нами. Он будет оттуда послушать нашу сказку. Сказка нашей о чем? О «Не стреляя». О волшебнике-леснике «Не стреляя», который живет в лесу и охраняет деревья и животных от браконьеров. И не только от браконьеров, как оказалось. И первая сказка у меня опубликована. Вышла книжка, которая есть в магазинах. А вот сейчас я решил из-за Мишки, опять же, из-за тезки, написать вторую книгу, предложение. И вот первая часть уже была в прошлой передаче. Если вы ее пропустили, ничего страшного. Вы можете найти это в записи и посмотреть первую часть этой сказки. Она называется «Не стреляй в лесу». Наша пишет, что у дочки такой был. Она его звала «Миша белый, как снег». Но наш Миша не был белый. Наш Миша не был как снег. Мы его нашли как ком глины. Я даже думал, что это просто ком глины. Потом разглядел в нем живое существо. Мы его отмочили в этом ведре. Потом мы его опустили в стиральную машинку. И он оказался, после оттуда вышел, совершенно не бурым, а белым медведем, как будто он не на йоге здесь жил, а на Вегасе. Может, это тот сам. Не знаю, как он оказался здесь. Виктория Осиа. Марина из Финляндии передает. Финляндия. Hello. Да, Саша, он у нас уже белый. Но мы его сделали белым. Мы его помыли, почистили. У нас, кроме не стреляя, Майдадыр еще имеется. Ну, Майдадыр еще имеется, да. Майдадыр электрический. Лизанцевый присоединились. Когда крутишь динамо велосипедную, получается, работает тогда машина постиральная. Итак, Марина. Лизанцевый на месте. На месте. Все. Тогда, думаю, можно начинать сказку, иначе у нас передача затянется. Итак, если вы чего-то не увидели, если вы чего-то не увидели, то посмотрите, в записях есть. Подписывайтесь на наш канал, а мы продолжаем. Значит, как там дело закончилось в предыдущей серии? Там, Саша и его подруга, мадам Григорьева, бежали в лес. Бежали из леса в сторону города. Пустью встали. И, не стреляй, при помощи голубей вызвал такси. И только он вызвал это такси, запылились, такое кубыка от леса. И через некоторое время стало ясно, кто это поднял столько пыли на дороге. А это оказался отряд лосей. Все они были большие, красивые, с ветристыми рогами. Любая женщина, скажем по секрету, испугалась бы таких великанов. Но мадам Григорьева была не из робкого десятка. Она сразу же подскочила к самому большому, к самому мускулистому красавцу и стала на него взбираться. Это и удалось не сразу, но подоспевшись лесник, ловко подсадил даму. Честно говоря, друзья, лось это не самое удобное такси. Но, если ухватиться как следует за рога, то ехать можно. Рога у лося, это как руль у мотоцикла или велосипеда. Если уверенно ими рулить, то животное сразу догадается, куда вам нужно ехать. Итак, к тому времени, как наши всадники прискакали в лосчастный сквер, полицейские там уже разногнали граждан при помощи водометов. Великое множество спиленных деревьев лежали на земле. Они беспомощно раскинули поломанные ветки, как руки, и тихо стонали. Были среди них и вековые великаны, и совсем-совсем молодые деревца. Из порезов и надломов из них вытекали, как слезы, жизненные соки. Невдалеке стояла бронированная машина от лесного министерства. В ней сидели начальники Иванов, Петров и Сидоров. Законите фамилию. Большой страшный бульдозер медленно и нахально толкал перед собой баррикаду, сооруженную экологами. Управлял бульдозером полицейский по фамилии Попадука. Да-да, друзья. Это был тот самый браконьер по кличке Попа, который часто безобразничал, не стреляя в лесу. Это он ставил капканы, сети, это он глушил динамитом рыбу. Теперь же этот негодяй устроился работать в полиции. Начальство очень ценило Попадуку, как хорошего специалиста по диверсиям и прочим мерзостям. А он с удовольствием работал в полиции. И пистолет-то ему там дали. И дубинку, и каску, и бронежилет. Ломай, круши, обижай слабых. А тебе за это ничего не будет, а? Мало того, полицейскому за это еще и премии дают. И медали. В этот злосчастный день полицейский Попа взял бульдозер, потому что ему поручили ломать деревья. Браконьер с азартом взялся за это дело, как за развлечение. Между тем, ковш его машины уперся в дерево. Сломать ствол с первого раза ему не удалось. Попадуков хмыльнулся, включил задний ход. «Помогите! О, боги!» Кричала береза, пытаясь схватиться ветками за облакам. Машина чуть откатилась назад, А потом заревела, разогналась и снова ударила в дерево. Береза захрустела. Сверху упало гнездо с птенчиками. Оно угодило прямо перед ковшом бульдозера. Именно в этот отчаянный момент И появились в сквере наши лоси с всадниками спасения. Не стреляя мгновенно, Понял, что к чему. Он сразу узнал браконьера по подуху И направил своего лося прямо в его бульдозер. Вся лосиная команда поступила так же. Лесные братья Уперлись своими мощными рогами В бульдозер И остановили железного врага. Они вполне могли бы И вытелкать бульдозер из сквера. Но делать этого сейчас не стали, Потому что очень боялись Случайно наступить на птенцов. Птенцы же Беспомощно Метались В поисках укрытия Между ногами лосей И ковшом бульдозера. Не стреляй, быстро спешился. Снял форменную фуражку Положил ее на землю Ну, как лукошка. И свистнул. Фьюти, фьюти Фьюти, фьюти Ти-ти-ти На перебой заверещали птенцы. Им стремились в фуражку лесника. Бульдозер, между тем, упрямо рвался вперед. Он, как бешеный зверь, рыл землю под собой своими страшными гусеницами, но оставался на месте, буксовал, а попаду-ка все ухмылялся и поддавал газу. Не все птенцы сразу добрались до спасительной фуражки. Самые маленькие путались в траве, спотыкались, падали, вставали, снова спотыкались. Не стреляй, стал разыскивать эти крох, как грибы, и складывать в фуражку. Лоси, между тем, изрядно устали от тракторного нахальства. Они же не железные, а он-то железный. Рычит и роет, роет и рычит. Ань, ань. На мгновение техники удалось таки одержать сверху над животными. Трактор двинулся вперед на птенцов. Назад, негодяй! закричал лесник. Но браконьер не собирался слушаться его. И еще сильнее наздавил на газ. Ань, 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 ань. Тут, не стреляй, увидел в траве булыжник. Естественно, наш герой не стал долго размышлять, что ему с этим предметом делать. Не такой у лесника, знаете ли, характер. Он тут же запустил каменюку прямо в кабину неприятеля. Звякнуло и рассыпалось стекло. Еще через мгновение туда же прилетел помидор. Не стреляй оглянулся, чтобы понять, откуда прилетел этот удивительный снаряд. И увидел секретаршу Таню. Она стояла с пакетом овощей. Привет! Крикнул ей, не стреляй. Я к тебе в гости приехал. Очень рада. Привет! Сказала Таня. И швырнула в бульдозер второй помидор. Этот снаряд угодил попадуке прямо в рот. И тут, со всех сторон, в сторону врага посыпались кирпичи, палки, булыжники, утюги, сковородки. Кто-то из граждан бросал педарды, бенгальские огни. Общими усилиями вражеские машины были остановлены. Моторы заглохли. Попаду-ка и другие полицейские в панике убегали из сквера. Попятилась назад и отползла черная машина с начальством. Не стреляй! Поблагодарил лосей за службу и отправил их домой в лес. Потом он собрал в траве оставшихся птенцов и стал думать, что же теперь с ними делать. А что он придумал и что он с ними сделал, какое он принял решение, мы вам расскажем в следующий раз. Надежда Сорокина присоединилась, Диана Рякинская, Вадим Райчук, а мы тоже бачиму. Бачите, я бы. Елена Солнцева привет из Одессы, Вероника Рязанцева, Владимир Белев, Карина Старостина пишет, добрый вечер, мне как профессиональному детскому работнику нравится. Барановский, Игорь Смитриевич. Спасибо за оценку. Иван Гамольский со звуком всегда пишет. Значит, если вы чего-то не расслышали, мы даже попытаемся вам публиковать тексты. На всякий случай, чтобы могли прочитать детишкам, если чего-то они не разобрали, можете сами читать. И у нас есть дублирующая камера, если через интернет вам сразу все не дошло, то мы можем сделать дублирующий вариант. А от вас мы ждем, чего мы ждем? Мы ждем, что кто-то из детишек, посмотрев нашу сказку, напишет, нарисует, одни маски напишут, другие карандашами нарисуют, или маркинник, вот у кого что есть. И мы либо не стреляя, либо мадаму Ригорьеву, либо лосе, либо трактор, либо этого птенцов, можно бульдозер, можно попадуху нарисовать, как вы его видите. И, пожалуйста, фотографируйте, пришлите нам сюда в комменты. Мы будем очень рады понять, что вы это увидели. Вот. И позовите взрослых, потому что через 40 минут, через 40 минут начинается наша программа «Песня в 21». «Песня в 21» назначается исключительно для взрослых. А ведь тем спокойной ночи, кто находится на территории Европы, кому по распорту, ну а тем, кто находится на территории Америки, Канады и так далее, тем продуктивного вечера. встречаемся через... Татьяна Демичева привет из Добриицы пишу. Велисий, привет. Татьяна. Ну и все. Я ничего, И вам. И вам привет. Все вроде сказалось, что-то забыл, допишем в комментах. И для того, чтобы, если вам что-то непонятно, пишите в комментах вопросы, задавайте, откликайтесь, а мы будем ориентироваться. Пока. Пора. Субтитры сделал DimaTorzok